значит ставим какой опыт тот же самый чайник 2 киловатта значит провод идет в розетку через диод диод 10 амперный подключил навесным монтажом вилку ставим опыт включаем включаем что происходит инвертор почему-то ведет себя странновато честно говоря шумит ругается чайник работает ватт и 160 ватт что-то непонятно значит немножко еще об истоках как-то вообще работает почему именно диод значит набросал я вот тут такую схемку опять же хвалю программу изис если я что-то не могу решить что то не понимаю я всегда обращаюсь к ней значит в чем суть это у меня источник переменного тока дающий 220 вольт значит что еще кстати насчет 220 вольт будет еще отдельное видео потому общающие что у нас не совсем 220 вольт сейчас мы это пустим значит это источник 220 вольт это у нас значит измеритель напряжения переменного подключен диод потом на выходе измерение напряжения переменного а это символизирует нагрузку чтобы замкнуться десятиомный резистор что вот это вот этот подключен осциллограф до получается диода и после мы сейчас посмотрим в чем разница запуская программку смотрите что это у меня сейчас желтая желтая это вот буквочка а на входе 220 вольт вот она показана у нас синусоида да чистенькая значит синусоида теперь я включу значит то что у нас на выходе что мы здесь видим смотрите синим выключим пока желтый вот что у нас что у нас получается обрезана нижняя часть волны на данный момент если мы развернем диод будет как бы наоборот это все показывать соответственно был размах 220 грубо говоря вольт теперь половина вот я включу сейчас еще и желтый значит двигаем желтенькая синяя желтая на входе синяя на выходе закрываем осциллограф смотрим что у нас здесь с показанием приборчик приборчики собственно так и показывают на входе 220 вольт на выходе 150 160 колебания то бишь мы уменьшаем напряжение почти в два раза имеем возможность ограничить ограничить и нагрузку два раза по мощности собственно это мы используем для кипячения чай перевернул диод в другую сторону включаем идет опять себя странно уже дает нагрузку под киловатт опять упала какой отсюда вывод регулировать мощность диодом с инвертором видимо не получится интересно хотя тут нагрузку в один киловатт показывает здесь нет может она и считать просто не может ладно подождем вольтаж не падает чайник начинает кипеть закипать подождем кто слышит звук что чайник закипает потихонечку ну конечно на киловатт это будет долго вентиляторы вовсю работают напряжение 12 6 странно что уже 20 метр ничего не фиксирует выключена секунду проверим на запах горит ли у нас диод какой-нибудь диод греется на сильно вот эти хиленькие конечно но значит решил полазить немножко по меню чайник кипит диод работает значит по меню смотрим на 14 киловатта показывает значит нагрев но здесь под киловатт реально потребление подтяну киловатт и есть вот он киловатт почему этот счетчик не считает все значит нормально диод киловатт диод киловатт смотрим за температурой тогда в принципе контролируем что-то не перегрелся вентилятор работает чайник закипает вот он уже начинает турболить вот он отщелкнулся сработал не знаю видите идет пар пошел пар значит в чем суть с помощью диода можно ограничить в два раза все-таки мощность и с чайника и при этом отсечка срабатывает потому что были говорили что они срабатывает отсечка все срабатывает в общем будем считать что опыт удался конечно подсадили аккумулятор не знаю насколько ему это ущербно киловатт все таки же 500 ампер значит повторяю опыт я его уже делал семисторным регулятором подключил к вилке наш скипевший чайник сейчас не в этом а в том что попробуем регулировать и послушаем как ведет себя инвертор в прошлый раз он очень сильно ревел от этого сейчас запускаю включили чайник закрываем включаем слышите идет странный шум 150 ватт мне это как бы не сильно нравится беру добавляю шум увеличивается пишет 400 ватт но очень сильно шумит инвертор вот когда только более-менее начинаешь нагружать но это просто почти максимум этот пишет киловатт реально у 1 6 киловатт чайник то кипит но фактически мы его нагружаем просто 100 процентов значит семисторный регулятор видимо не кати